Вечер добрый, дорогие друзья! Это обращение записываю вам всем в канун праздника, в канун Рождества. Всех поздравляю с наступающим Рождеством, всем здоровья, счастья и мирного неба. Берегите себя, берегите своих родных, своих близких и, конечно же, детей. Сегодня патриарх Кирилл сделал такое очень ярое заявление о том, чтобы наступило перемирие хотя бы на один день, для того, чтобы люди в канун Рождества совершили традиции, совершили богослужения. В общем, выполнили все то, что делается из года в год, каждое Рождество. В ответ, конечно же, с другой стороны, типа братья наши, меньшие, сказали о том, что никакого перемирия не будет, в том числе подоляк. Соответственно, никакого перемирия, скорее всего, не будет. Да и тем более, какое может быть перемирие с врагами, с откровенными врагами, которые нас лютой ненавистью ненавидят. Их 20 или 30 с лишним лет настраивали против нас, говоря о том, что мы фашисты, говоря о том, что мы страна-агрессор, говоря о том, что мы вторглись на чужие территории. Послушайте, не мы начали, не мы, когда вы говорите, что мы вторглись 24 февраля. Если уж вы такие умные, в кавычках, так давайте начнем с того, с чего все началось. А началось с 2014 года, когда вы устроили переворот, Майдан. Люди Донбасса были против этого Майдана. Вы решили их силой заставить, чтобы этот Майдан все-таки свершился, и чтобы они были за. Вы начали их бомбить. Зачем вы это делаете? Вы сейчас откровенно издеваетесь над ними. Издеваетесь. Вы их презираете. Вот сегодня вступил в дискуссию, когда Юлия Чичерина записала обращение, видеообращение, опять же, в кавычках, к братьям нашим меньшим, хотя никогда они братьями не были. Они нас братьями не считают. Я тоже считаю, что это никакие не братья, просто хитрожопые, хитрые, лицемерные люди, которые подстроились под удобную себе позицию. Мало того, сейчас они находятся под американцами. И, друзья, это не зомбированность. Это не какая-то пропаганда. Это вы можете посмотреть в открытых источниках. Что заявлял Зеленский, когда пришел ко власти в 2019 году? Он заявил о том, что прекращение огня на Донбассе все же будет, если его выберут. Что мы сейчас видим? Он продолжает эту войну, продолжает и радуется, что он такой великий и могучий. А люди Донбасса, люди Луганска, они страдают. И мы 24 февраля пришли защищать этих людей. Пришли защищать от вот этих вот подонков. Не мы опять начали. Не мы. Начинайте с того, с чего все началось. Вы начинайте с себя. Когда вы говорите, что мы зомбированы, что мы все страна-агрессор, мы там подонки, мы еще что-то там. Вы можете говорить все, что угодно. Но это вас никак не оправдывает. Не оправдывает и не делает вас лучше. Вы становитесь слабже. Вы становитесь мерзкие, отвратные. Для чего вы это делаете? Для собственного благополучия? Вы также издеваетесь над Юлией Чечериной. Что вы говорите? Что у нее с лицом? Что у нее за мимика? То есть, опять же, откровенное издевательство. Сегодня я пообщался с одними, опять же, братьями нашими, меньшими. Я заступился за Чечериной. Я сказал, молодец, что она выступила с таким обращением к украинцам, чтобы прекратить все это. Прекратить это издевательство. Опять же, написали, что у нее с лицом, что у нее с мимикой. Ей нужно в психушку. Я не смог промолчать и сказал, что вы себя так ведете? Почему такие мерзкие, такие отвратные? Почему от вас одна гниль идет? На что они мне сказали, Мальчик, ты больной? Ты зомбированный? То есть, опять же, 20-30 лет у них штампованные фразы. Вы зомбированы, вы все зетки, вы все нацки и так далее. Друзья, говорить и убеждать, и переубеждать их бесполезно. Опять же говорю, 20-30 лет их направляли на то, что мы страна-агрессор. Что Путин такой плохой, Путин сякой, Путин такой. Вы посмотрите на своего Зеленского. Посмотрите на него. Во что он превратился? В кого он превратился? И начинайте с себя. Друзья, всех с наступающим Рождеством.